Есть у нас в лагере ребята на букву А? Арина, Аня, Артемий, Амир, здорово! Перекличка между отрядами и зарядка так начинается каждое утро в онлайн-лагере. Вожатые в школе проводят занятия, дети дома повторяют. Мастер-классы, конкурсы, флешмобы. Скучать школьникам точно не придется. Включение несколько в течение дня. Они обозначаются заранее вожатым и начальником лагеря для того, чтобы они выходили в эфир. И таким образом они общаются не только, скажем так, с преподавателем-педагогом, но и между собой в первую очередь. Потому что действительно проблема коммуникации в апреле-май она остро обнажилась и детям, конечно, хочется общаться между собой. 61 школа столицы Чувашии и 5000 детей отправятся в путешествие по странам мира. Это тема смены. Первая остановка – Франция. 12 дней, 12 стран. Италия, Испания, Россия. Каждый день ребят ждет знакомства с разной культурой. В 10 часов детям даются определенные задания, которые они выполняют, либо вместе с нами, либо самостоятельно. В 12 часов мы с ними созваниваемся еще раз, и они делятся результатами своей работы. В конце дня они заполняют дневник путешественников, где отмечают свои достижения, свои открытия и новые знания, которые они получили. На открытии смены отметили и участников городских конкурсов. Например, Лена Пономарева отличилась на фестивале детского творчества «Звездный час». Вместе с мамой она записала видео песни и отправила на конкурс. Ее выступление запомнилось жюри. «Манец белой вишнею на берегу, Каждый день с друзьями я в лагерь прихожу, Лето пролетит и всех класс поем опять, На свои каникулы будем вспоминать». «Я пела песню «Летние каникулы». Записываем ее, у нас времени было очень мало, но я успела выучить. Когда я пою, мне чувствуется, как будто бы, когда все на меня смотрятся, они радуются». Две онлайн-смены по 12 дней планируют провести в столице Чувашии в июне. А с июля Управление образования надеется, дети смогут отдохнуть уже в оздоровительных лагерях республики. Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика.